Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Напомню, что мы с вами рассматриваем мое недавнее довольно обширное пополнение. Думаю, что данным видео мы закончим разбор данного пополнения. Ну, а начнем видео с такой вот простой монеты Соединенных Штатов Америки, достоинством 1 цент 1947 года выпуска. Монета довольно простая. Думаю, что все данную монету видели. Монета выпущена монетным двором Филадельфии, о чем свидетельствует отсутствие обозначения монетного двора на аверсе монеты. К слову, скажу, что о монетном дворе Соединенных Штатов Америки я как-то говорил в одном из видео, посвященном монетам данного государства. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Монета довольно простенькая. На аверсе изображен профиль Авраама Линкольна, 16-го президента Соединенных Штатов Америки. Являлся он президентом с 1861 по 1865 годы. К слову, стал он первым убитым президентом США, поскольку 14 апреля 1865 года Линкольн, находясь в театре, был смертельно ранен. И впоследствии скончался от полученных ранений. Вот такая вот монета Соединенных Штатов Америки. Далее. Монета Финляндской Республики, 1954 года выпуска, достоинством в 10 марок. Данный тип монет мы с вами неоднократно рассматривали в видео, посвященных пополнению моей коллекции. Поэтому подробно останавливаться мы на данной монете не будем. Ну, также, к слову, скажу, что данные обзоры не ставят перед собой задачу подробного и полноценного обзора каких-либо монет. Тут я просто освещаю именно пополнение коллекции. Поэтому могу какие-то моменты упускать или умышленно какие-то подробности о монетах не обговаривать. Так вот. Ну, данной монеткой я также закрыл дыру в погодовке. Напомню, что я являюсь погодовщиком и коллекционирую монеты по годам, по монетным дворам, а также по некоторым другим признакам. Не коллекционирую вообще я инвестиционные монеты. Вот как-то так. Такая вот монета достоинства в 10 финляндских марок. Ну, финляндские монеты, повторю очередной раз, мне очень нравятся. В частности, своими вот такими вот нестандартными изображениями хвойных деревьев. Довольно часто встречаются мотивы хвойных деревьев на монетах данного государства. Такая вот монета. Далее. Также финляндская монета, 1957 года выпуска, достоинством в 100 финляндских марок. Монета от Чеканина из серебра 500-й пробы. Напомню, что в одном из недавних видео мы уже рассматривали монету данного типа. Надеюсь, что у меня будет время. И по финляндским монетам я сделаю несколько подробных обзоров в ближайшее время. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Вот. Монета довольно красивая. Опять же, с мотивами хвойных деревьев на реверсе. Далее. Такая вот французская никелевая монета. Достоинством в 1,2 франка. Наверное, буду ее в руках держать. Она очень блестящая. Очень бликует. Ну, монета довольно простая. Опять же, скажу, все данную монету видели. Многие имеют в собственных коллекциях. Монета достоинством, повторю, в 1,2 франка. 1994 года выпуска. С изображением, к слову, дельфина на реверсе. Напомню, что изображение дельфина – это знак Эмиля Руссо, минсмейстера Монетного двора Парижа. С 1976, если я не ошибаюсь, по 1994. Как раз напомню, что в 1994 году французские монеты также стали выпускаться уже с изображением пчелы на реверсе. Вот такая вот монета на аверсе изображена персонификация Французской Республики, так называемая Марианна, или Сетель, еще называется данное изображение. Ну, а на реверсе изображена оливковая ветвь. Довольно распространенный сюжет, довольно распространенное изображение на монетах государств Южной и Центральной Европы. Такая вот французская монета. До введения евро данные монеты, к слову, находились в вращении его Франции. Далее. Также французская монета, достоинство Владимир Франк, монета алюминиевая. Выпущена данная монета Монетным двором Парижа, о чем свидетельствует отсутствие заглавной латинской буквы «Б». Внизу реверса, между врагов изобилия. Напомню, что в 1957 году данный тип монет выпускался также Монетным двором, находящимся в городе Бамон-Лераже, о чем свидетельствовало как раз присутствие заглавной латинской буквы «Б». Вот в этом месте. Далее. Монета достоинства 20 геллеров 2000 года выпуска Чешской Республики. Напомню, что Чехия – это государство в Центральной Европе. Образовалось оно после распада Чехословакии. Современные Чехии я имею в виду 1 января 1993 года данное государство образовалось. Опять же скажу, монета довольно простенькая, монета алюминиевая. Думаю, что все ее видели. Далее. Монета как раз Чехословакии 1954 года выпуска данная монета. Это монета алюминиевая. Монета довольно простая, но на мой взгляд довольно красивая. Довольно интересный венок из ветвей липы изображен на реверсе данной монеты. Три геллера данная монета достоинством. Напомню, такая вот монетка. Ну и, наконец, также Чехословацкая монета достоинством в одну крону 1923 года выпуска. Данная монета времен так называемой Первой Чехословацкой Республики. Напомню, что Первая Чехословацкая Республика – это период в историографии Чехословакии. Со времен возникновения данного государства после распада Австро-Венгрии, то есть с 1918 года и до 1938 года, в сентябре которого Третий Рейх присоединил к себе Судетскую область. Ну, а также часть Чехословакии оккупировали Польша. Что-то было отделено в пользу Венгрии. Ну и, собственно, в 1938 году период Первой Чехословацкой Республики подошел к концу. Такие вот монеты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. В комментариях просьба указывать, что в данном видео понравилось, что не понравилось и было ли видео для вас интересным вообще. Ну, а я желаю всем удачи в пополнении коллекции и до новых встреч!